Уникальный человек Станислав Положенцев. Менялись руководители района, менялись названия структур, которые он возглавлял, менялись полномочия, менялось наименование его должности, но смысл не менялся. Для большинства жителей Щелкова Положенцев главный архитектор, как был, так и есть, уже без малого четыре десятка лет. Случайностей не бывает. С течением обстоятельств, которые позволили при определенных условиях получить такой результат. Я тоже его счастлив и рад. В Щелково Станислав Положенцев приехал по распределению после техникума. В августе 78-го поступил на работу в отдел главного архитектора, которым тогда был Аскольд Чупраков. Через несколько лет стал замом Чупракова, а в 88-м сменил его на посту. Под руководством Положенцева реализовывались утвержденные еще в 70-х основные градостроительные архитектурно-планировочные документы. Формировалось лицо города, пролетарский проспект, основные микрорайоны, центральный, заречный, солнечный. Должность главного архитектора предполагает совмещать творческую деятельность с работой чиновника. Смотреть на любой объект глазами зодчего через страницы многочисленных нормативных документов. Но за сухими понятиями сопровождения, согласования, приемки как раз и видится архитектурный облик города. Из тех объектов, к которым, что называется, приложил руку опыта знания Станислав Положенцев, первым он называет Пролетарский проспект. Этот масштабный проект реализовывался с начала 80-х, и главным идеологом строительства был тогдашний зампредисполкома Иван Сергеев. Построен путепровод через железную дорогу, новый мост, открыта одна полоса движения, после сноса жилой застройки вторая. Магистраль соединила две части города и обеспечила выход на Москву и в сторону Фрязина. Пролетарский проспект, как и эти два сооружения в Щелково, ну и как и въезд на улицу Московскую, вообще революционную часть для города совершили. В 99-м году Станислав Положенцев был назначен заместителем главы администрации по вопросам строительства и архитектуры дорог, транспорта и связи. Проекты того периода, генеральный план города Щелково, а также две школы нового поколения, номер 4 и номер 12, признанные одними из лучших в Московской области. Не менее глобальный проект – универсальный спортивный манеж Подмосковья. Или вот, например, еще 17 апреля 1990 года главный архитектор Положенцев рассказывал корреспонденту газеты «За коммунизм» о пешеходной улице Парковой, гостинице на 500 мест и благоустроенной набережной Клязьмы. Есть проект по пешеходной улице и Парково, и Пушкино как раз конца 70-х годов. Но он не был реализован по причине, в первую очередь, наличия и невыноса тех коммуникаций, которые недавно были произведены. И самое главное – при отсутствии средств. За эти годы и средства появились, и задача благоустройства общегородских центров стала одной из приоритетных. Сегодня Станислав Положенцев – чиновник областного уровня. Руководит территориальным управлением Комитета по архитектуре и градостроительству. Но по-прежнему курирует территорию, знакомую ему досконально. И плюс к местным – выполняет задачи губернатора. Он помнит все, где какой камень и кем был положен. И скажет, почему он положен вдоль, а не поперек. Потому что всегда был внимательен к своей работе. Он не теряет целостную картину, понимание, как город живет. Это очень важно. Человек на своем месте, и вы видите, что он никуда не бегал и не искал чего-то другого. То есть призвание было его все-таки, видимо, в этом творчестве. Интересно, о чем в свой юбилей мечтает главный архитектор Положенцев? Чтобы созидание продолжалось, как то шоу. Только бы у нас не шоу, у нас работа.